Прямой эфир программы «Добрые ранницы» Беларусь продолжается. Не раз в нашей программе мы поднимали такую тему, как инклюзия. Но как разобраться с этим вопросом и как сделать жизнь людей, связанных с этим, чуть-чуть ближе и понятнее? Мы сегодня спросим у наших утренних гостей. О создании необычного инклюзивного театра и работе с детками-аутистами мы поговорим с его художественным руководителем Ириной Пушкаревой, директором Международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» Татьяна Яковлева и начальником отдела корпоративных коммуникаций компании «Волковым» Вячеславом Смирновым. Доброе утро! Знаем, что проект вы задумали замечательно. Давайте прежде разберемся так коротко, что такое инклюзия, насколько вообще эта проблема актуальна для нашей страны. Ну, если дословно переводить, что такое инклюзия, инклюз – это значит «включен». Включен очень часто сейчас произносится такое сочетание инклюзии относительно детей, либо взрослых людей с какими-либо проблемами здоровья. Но на самом деле это не так. Инклюзия – это более социальное и более широкое понятие. Инклюз – это значит, и инклюзия – это когда включены все. И когда живут все в обычных, одинаковых условиях. И эти условия должны быть универсальны для всех. Поэтому наша организация, она своим традициям, собственно, верна. И два года назад мы открыли первые классы для детей с аутизмом. Мы показываем пример нашей стране. И сейчас мы представляем проект – это уже инклюзивный театр. Ну вот давайте о нем поговорим. Через несколько буквально дней публике будет представлен вот этот самый инклюзивный театр, семейный инклюзивный театр. Вот расскажите о этом проекте. В чем суть этого проекта? Суть проекта в том, что на самом деле на сцене будут наравне с обычными артистами играть и детки с аутизмом. И мы создали такие условия, чтобы на самом деле все были на равных. То есть зрители не увидят этого, они увидят цельное художественное произведение, интересное, потому что это музыкальный детектив. И тем, кто на сцене, тем, кто в зале, будет интересно. А семейный? Почему семейный? У нас на самом деле нет такого театра, куда интересно было бы прийти именно с семьей. И взрослым, и детям. То есть кто-то идет с кем-то. Либо ребенок со взрослыми, либо взрослый с ребенком. Вот мы хотим сделать так, чтобы было интересно всем. От мала до велика. А как вы считаете, люди далекие от мира инклюзива, они будут заинтересованы в вашем проекте? Что вы делаете для того, чтобы их привлечь? На самом деле мы будем создавать и создаем интересные произведения. То есть им будет просто интересно приходить. А уже посредством вот этого театра они будут ознакомлены, они будут информированы о том, что такое аутизм, что это абсолютно не страшно, что с этим можно и нужно жить, и что наш социум должен это не просто принять, а быть готов к этому. Собственно, наша задача сделать это, показать не особенность, а показать обычность. Вячеслав, вот, кстати, компания Велкум, то и дело появляется рядом с названиями многих многочисленных культурных и социальных проектов и акций нашей страны. И в этот раз вы также решили поддержать этот проект. Почему? Ну, знаете, здесь многое можно рассуждать о социальной ответственности бизнеса, о помощи таким особенным детям, об их поддержке. Это будет правдой, правдой. Но я бы хотел подчеркивать другой аспект. Особую художественную ценность того, что мы увидим 3-го числа, потому что в этой пьесе ведь задействованы специалисты европейского уровня, известные режиссеры, постановщики. И это будет на самом деле интересное действие. Я был на репетиции, видел это, это отнюдь не утренник, поверьте мне. Поэтому лично я собираюсь прийти вместе со своими детьми и приглашаю делать то же самое остальных. Кстати, а расскажите о репетиции. Ведь она прошла для СМИ, да? То есть уже какие-то мнения, наверняка отзывы вы получили. Что пишешь? То есть тот самый прогон проходил на глазах? Как настоящий большой любой театр проходит. Сдача. Сдача была. Сдача была. Это была, наверное, не сдача, а только еще одна из первых таких черновых репетиций. Но спасибо огромное вообще компании «Велклум» и Вячеславу Смирнову. Благодаря вот этой компании мы получили на сцене декорации, костюмы, и поэтому мы смогли уже показать. Отзывы самые разные, мы не успеваем отслеживать. Ну, нравится, наверное, то, что спектакль на белорусском языке, и то, что там показаны наши обычаи, обряды, вот то, с чем наши дети незнакомы, а мы хотим это сохранить, чтобы поколение на наших традициях и корнях было воспитано. А ведь, слушайте, правда, да, вот мы так любим что-то заимствовать чужие традиции, а свои порой забываем. А вот какие традиции будут отражены в спектакле? Будет весь цикл весенних праздников, и даже тех, с которыми мы не знакомы. Например, Комоедица, да, вот, ну, естественно, и Масленица, и детям это очень нравится. Они, самое, наверное, ценное, что сейчас происходит, они стали играть в наш мюзикл. То есть вот даже когда перерывы или еще что-то, они играют, они поют, и это значит, что мы делаем все правильнее. Ну что ж, здорово, мы желаем успехов и процветания вашему проекту. Пусть это будет только такой старт больших премьер театральных. Надеюсь, с удовольствием посетим, увидим. Спасибо вам огромное, удачи в задуманном. И пускай все проходит легко, без лишних трудностей, и всегда с хорошими партнерами рядом. Дорогие друзья, мы же напоминаем, сегодня в гостях у нас были создатели необычного инклюзивного театра и люди, которые работают с детками-аутистами. Мы сегодня говорили с художественным руководителем Ириной Пушкаревой, директором Международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» Татьяной Яковлевой и начальником отдела корпоративных коммуникаций компании «Велком» Вячеславом Смирновым. Продолжение следует...